Съехали с окружной дороги и сразу начинается стихийная свалка. Знаку самой дороги, просим соблюдать чистоту, выглядит даже нелепо. Свалка растянулась на сотни метров вперед. Среди мусорного моря находим подозрительные ящики, внутри бутылки с порошком. Возможно, опасные химикаты. Это настолько страшно, что может привести к уничтожению, фактическому уничтожению природы. Артем Козлов известен ярославцам тем, что развивает экологическую культуру. Яро продвигает идею раздельного сбора отходов. Рассказывает на стихийной свалке много того, что имеет вторую жизнь. Вот мы здесь можем найти даже вообще очень ценный ресурс. Это ПНД-бутылка, которая может быть переработана неоднократно и принести пользу, сохранить ресурсы. Из нее можно сделать опять бутылку, из нее можно сделать пакет. Как же не брать руки? Это же эта ПНД-бутылка. Это единичка, это вообще великолепное, прекрасное сырье. А мы позволяем себе обращаться с ним вот таким образом. Несмотря на огромные масштабы, вывезти весь мусор можно, но нужны деньги и время. Здесь больше похоже, что это какие-то все-таки несознательные предприятия занимаются этим нехорошим, непорядочным делом. Если прям взяться и ничем не отвлекаться, я думаю, что за неделю, полторы, здесь две можно навести порядок. Затраты, конечно, будут приличные, поскольку объем отходов большой очень. В районе 2,5-3 миллионов рублей. Для администрации района свалка у окружной – болезненная тема. Уже и камеры установили, чтобы ловить нарушителей. Мы перекрыли все въездные пути на эту свалку, мы сейчас пересыпали эти все пути. Кроме того, мы зимой вывезли на переработку весь железобетон, и сейчас мы в дальнейшем планируем данную свалку полностью ликвидировать. Ценные ресурсы раскиданы и недалеко от улицы Промышленной. Чего здесь только нет. Покрышки, вот это похоже, что от трактора, куча бытового мусора, мебель и даже оконные рамы. Свалка находится у въезда в гаражный кооператив. Местные говорят, здесь нарушители не предприятия, а обычные люди. Думаю, что из города, потому что тут у нас раньше большая свалка была, там ребята уже бруски сделали, чтобы не вываливали, потому что еще и пожары бывают, они подвигают это все дело. Если они даже и выкидывают, то они выкидывают, ну, либо ночью. Свалку уберут в ближайшее время, обещает в администрации Дзержинского района. Есть соответствующий муниципальный контракт. У нас это проблемное место. Мы убираем эту свалку с завидной регулярностью. Последний раз мы убирали данную свалку осенью. Есть такие у нас своеобразные люди, которые считают, что мусор можно свалить в любом углу, и его кто-то должен приехать и убрать. Городские власти просят ярославцев не игнорировать проблему, о стихийных свалках и нарушителях сообщать, фиксировать на камеру и своими силами поддерживать чистоту, ну и прежде всего банально не мусорить. Александра Панкратова, Евгений Бушуев, Денис Лосев. День в событиях.